Главный внештатный хирург Магнитогорска, заведующий вторым хирургическим отделением городской больницы номер 3 Петр Гришин, удостоен премии Законодательного собрания Челябинской области в сфере здравоохранения. В ходе беседы с нашим корреспондентом Петр Алексеевич рассказал о положении дел в Магнитогорской хирургии. Рассказывает Юлия Никифорова. Официально Петр Гришин в хирургии уже 27 лет, с 1991 года. Неофициально, еще больше. С выбором профессии он определился во время срочной службы, которую проходил во Владивостоке, в главном госпитале Тихоокеанского флота. У одного из матросов случился приступ аппендицита. Нужно было ассистировать хирургу. Выбор пал на Петра Гришина. Тогда он впервые стал к операционному столу. В хирургии так и бывает. Случайные люди здесь не задерживаются. Только те, кому суждено. Профессия экстремальная, ответственная, сложная. В настоящее время вы видите выполнение эндоскопическим способом холецистотомии – удаление желчного пузыря с камнями. Эта операция плановая. Но в работе каждого хирурга-стационара есть еще и экстренные операции – ночные дежурства. Каких пациентов доставить скорая помощь в такие моменты – предсказать невозможно. Это всегда код в мешке. Нужно быстро принимать решения, спасать, оперировать. Главная проблема хирургии в нашем городе, говорит Петр Алексеевич, – это нехватка кадров. Хирургии во всех, без исключения больницах, работают с перегрузками. Практически на сегодняшний день 67% укомплектованность хирургической службы взрослого. А у детей еще меньше. Анестезиологов у детей еще меньше. А меньше 50% у нас было в один раз. Когда мы в Челябинске на совещании на каком-то начинаем приводить, либо в кулуарных беседах эти цифры, в них волосы встают дыбом. А как вы работаете? Всего в нашем городе трудится 167 хирургов. Люди с золотыми руками, светлыми головами. Служба работает достойно и с хорошими показателями. У нас по городу из года в год меньше послеоперационная летальность, чем по области. У нас из года в год послеоперационные осложнения меньше, чем по области. У нас нагрузка на хирурга, есть тоже такой показатель, у нас превышает все возможные допустимые. Петр Алексеевич Гришин, главный внештатный хирург города Магнитогорска, надеется, что ситуация в медицине будет меняться к лучшему. Это касается и кадрового обеспечения, и оснащения больниц. Надеемся, что все-таки на нас все-таки обратят внимание достаточно. Город очень долго был, ну как так вот, в тени. Но работает, неплохие показатели, ну и вроде как, слава богу. На самом деле изношенное оборудование. Медицине нужно помогать. Я вот у меня такое мнение, я смотрю внимательно всех наших руководителей, и медицинских, и немедицинских. Почему-то все стараются руководить медициной, а ей нужно помогать. За достойный труд Петр Гришин в этом году удостоен премии Законодательного собрания Челябинской области в сфере здравоохранения.